Библия говорит Родственникам, друзьям Это будет замечательный подарок Кстати, Коля, это одна из самых Широко переведенных книг Из тех, которые я написал Она была переведена сначала на сербский язык Потом на украинский язык Недавно ее перевели на фарси Распространяется на Иране В Таджикистане, в Афганистане И мы вот только что Закончили перевод на английский язык К сожалению, пока на английском языке Еще нет ее, но она будет В начале года Значит, на иранском есть уже книга Потрясающе, видите как Если вы с Ирана, то тоже можете купить Алексей Алексеевич Приходим к первому вопросу Как относиться к QR-кодам Зачитаю Сегодня почти Во многих странах Стали почти обязательным Везде эти QR-коды Не превращается ли человек в товар Вот эти QR-коды Не ограничивают ли его в правах И вредят его душе Очень интересный вопрос Я думаю, что подобные вопросы Будут возникать все чаще и чаще По мере развития технологий Дело в том, что технологии Все более утончают Процесс идентификации Людей, явлений, товаров И так далее У каждого из нас Есть какой-то Идентификационный номер У всех Я не знаю, помнишь ты или нет В России был огромный скандал После того, как налоговая система Ввела вот такие индивидуальные номера В Америке, в Соединенных Штатах Это очень давно Так называемый Social Security Number То есть есть номер у каждого человека Который уникален только для него одного И этот номер был введен для удобства Чтобы человек мог собирать себе зарплату Вернее, пенсию на протяжении всего года Вот Это одна из целей Ну и кроме того, его стали использовать везде Где нужно убедиться, что это точно этот человек Вот почему этот номер рекомендуют хранить секретно Чтобы никто не узнал Чтобы твою идентичность не похитили И так далее То есть подобная идентификация Уже достаточно давно В Советском Вернее, в России Вот Или в странах постсоветских странах Вот И на Западе, конечно То есть есть определенная идентификация И теперь вопрос Как и для чего ее используют Вот одна из причин Почему ее ввели, как я сказал В Соединенных Штатах С тем, чтобы знать точно Что у тебя есть Твой счет В государственной системе пенсионного обеспечения И этот счет принадлежит тебе И он учитывает все Сколько ты работал Сколько ты откладывал Или от тебя снимали Вычитывали деньги И так далее То есть это добрая цель Вместе с тем Чем больше систем Чем системнее идентифицирование Каждого человека Тем легче Использовать эту систему Для каких-то Ну неправильных целей Каких-то зловредных целей Вот И по этой причине Чем дальше мы движемся К системе контроля Тем сложнее Теперь, когда мы говорим За QR-кодом QR-коды это что-то Немножко отличающееся От социал секрета Но в принципе Это то же самое Кстати, QR Переводится как Quick response То есть речь идет Об определенном Уникальном наборе Символов Или же Ну так скажем Картинка С определенным уникальным Подбором Шифра И когда ты его считываешь То все, что он делает QR-код Его задача направить На какой-то веб-сайт На определенный веб-сайт Или на какой-то другой Электронный, виртуальный Так скажем Аккаунт, счет Какое-то место хранения информации Его изобрели сейчас Или стали Вернее, его изобрели давно И его использовали В самых разных целях Кстати, последнее время Когда рестораны Ввели особую Санитарную норму То там не выдавали меню А на каждом столике Был прикреплен QR-код И ты направляешь свой телефон И он тебя соединяет С тем веб-сайтом Где есть меню этого ресторана Очень удобно То есть это удобно Да, это то, что То есть в самом QR-коде Нет ничего демонического Дьявольского Или же даже злого С точки зрения Сложность заключается в том Что это сейчас превратилось В очень быструю Возможность Идентифицировать Конкретного человека И когда мы говорим О использовании QR-кодов во время пандемии То есть здесь речь идет Об одной конкретной Характеристике Или один тип данных Которые важны В данном случае Это привит человек Или не привит человек И так как эта технология Доступна Так как сегодня Практически все люди Или подавляющее большинство Людей Ходят с телефонами То значит Подавляющее большинство Людей Могут иметь В своем телефоне Этот QR-код Который показав Люди Те, кто Где это требуется С QR-кодом Они могут Сканировать этот QR-код Выйти на Один общий Веб-сайт На одну общую Систему данных Которая говорит Ты привит или не привит Здесь скорее всего Проблема Если есть здесь проблема То проблема Не в самом методе Доставания этой информации А в том Где эта информация сложена То есть Создана база данных В некоторых странах И в некоторых городах Сейчас в России Это делает То есть создана база данных И в эту базу данных Внесены все люди Которые привиты И QR-код только позволяет Быстро обратиться В эту базу данных И подтвердить Что человек В действительности привит В принципе Вот что-то подобное Люди делают Всегда Когда пользуются Кредитной карточкой Только там не QR-код А там магнитная лента Которая имеет Себе такой же код Точно такой же код Что она делает Когда ты проводишь Свою кредитную карточку То вот этот аппарат Который считывает Он связывается с банком Где хранится база данных О тебе И о всех людях Намного больше Чем о людях Которые привиты Или не привиты И там в той базе данных Сказано о том Есть ли у тебя деньги Или нет на счету Насколько ты Платежеспособен Готовы ли тебе банки Занимать Под какой-то Под какие-то кредиты Вот То есть Мы этим давно Пользуемся Только немножко В другой В другой Так скажем Сфере нашей Жизнедеятельности Все люди Учтены Ну или так скажем Все у кого есть Кредитная карточка Или дебетные карты Все О каждом человеке Есть информация Не только В банке От которого У тебя кредитная карточка Но еще И в системе Которая определяет Кредитоспособность Людей Которая собирает Информацию С разных данных Банков То есть То что мы Уже давно У всех На счету Вернее У определенных органах Это точно Сейчас QR-код Это просто Новая сфера Которая Касается Твоего здоровья Теперь Если посмотреть На то Насколько Это закабаляет Людей Конечно Чем больше Таких Систем Которые Имеют Очень быстро Доступную Информацию О много О большом Количестве Людей Тем больше Возможность Злоупотребить Этой информацией Я как-то Рассказывал О том Что Совсем Недавно Мы Возвращались Из поездки В другую страну Вот И мы Зашли В Паспортный Контроль И первый раз В моей жизни Я летал Сотни раз Первый раз В моей жизни У меня не потребовали Паспорт Мне просто Я подошел К этому Агенту Паспортного контроля Он просто сказал Посмотри сюда Я посмотрел сюда Он говорит Проходи Оказывается Мое лицо Там уже есть Не только Номер моего паспорта Вот То есть Это говорит Вот в чем Друзья Это говорит о том Что чем дальше Мы живем Тем более Всеобщей И всеконтролирующей Становится Система В которой Которая Нас окружает И эта система Сегодня Может Периодически Использоваться Какими-то Людьми Со Злонамеренными Целями Но однажды Придет Антихрист Который Возьмет Эту систему И возможно К тому времени Она будет развита До более совершенного Какого-то уровня И точно возьмет Под свой контроль Абсолютно всех Кто Примет его начертание Кто примет Его господство На своей жизни То есть сегодня Этот QR-код Не вредит душе Нашим Не вредит душе Спасибо Алексей Алексеевич Друзья Спасибо что были с нами Сегодня Делитесь программами Ставьте лайки Несите благословения И в другие дома Там где нужна Божья истина Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok